Друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу читать сегодня немножко длинный текст, но очень важный, из 4 главы к Ефесянам с 11 по 16 стих. И так Он поставил от них апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями к совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были больше младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть в главах Христос, из Которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Да, такое вот сильное слово, и мы видим здесь очень много и очень важные слова, и он говорит, чтобы мы не были младенцами, а становились, так сказать, людьми в полный возраст мужчины, да, или чтобы мы не увлекались просто чем-то, а чтобы мы выполняли то, для чего нас Бог предназначил. Речь идет о вот церкви, он называет вот тело Христово, оно совершенное, оно должно развиваться, и в ней, так сказать, много людей, он говорит, святые, их надо помогать им, чтобы они росли, чтобы они, так сказать, вместе продвигались и совершали великое дело того, чтобы церковь стала тем светом, тем инструментом, куда все хотели бы приходить. Это так зависит от каждого, каждого в этой церкви. Конечно, от вот этих пяти служений, которые такие важные, апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, иногда это все, так сказать, в одном человеке, вот пастырь должен все-все-все делать. Нет, здесь, так сказать, Бог разложил свои дары на каждого члена церкви. Я всегда вспоминаю очень дорогую мне сестру из той церкви, где я когда-то покаялся, пришел к Господу, она была уже пожилая, как я ее помню, она тогда была на пенсии, у нее была сестра двоюродная, они вместе жили, и вот они часто посещали людей, не знаю, сколько раз в неделю, каждый день или через день, они ездили, посещали далеких, близких, те, которые, так сказать, находятся в болезни, в трудностях, молодые семьи, где у женщины много детей, работы приходили, помогали, но самое главное, они чувствовали, куда надо идти, чтобы помочь. Где-то больная женщина, где-то, так сказать, больной человек, а если куда-то ехали к мужчине, они обязательно вдвоем, втроем, и, да, выполняли вот такое служение. Это больше, чем может сделать пастор, потому что это и есть пасторское служение, которое выполняла эта сестра. Да, или, допустим, евангелисты, это же не обязательно тот, который вот едет и проповедует, а там каются люди, конечно, они очень нужны такие вот, ну, великие люди, а вот как нужны простые, которые, люди, которые молятся за соседа, мать, которая может своим детям прививать ниточку за ниточку, слово за слово, так сказать, слово Божие в сердце, может уже с детства учить их молиться и, так сказать, втягивать их в эту работу христианскую, в работу вот этого тела Христова. Оно все нужно для созидания тела Христова. Да, коли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, к меру полного возраста Христова. Вот что хочет от нас Библия, что хочет Павел. Здесь, в Ефесянам, церковь Ефеся он очень любил. Говорят, что она в том языке, в котором была написана, в греческом коэне, она написана как в поэзии. Он очень много сил вложил в это послание, и вот здесь как раз-таки идет о церкви. Какая она должна стать? И мы видим, она может расти. Это не просто, так сказать, собрание людей. Вы знаете, как-то Билли Грэм сказал, что очень много церквей. Даже если не будет Духа Святого, они так научились проповедовать, так научились молиться, так все у них идет по струночке, что даже не заметит другой человек, что чего-то не хватает, потому что с годами вот так вот сложилось. Нет, здесь написано, что это тело Христово, живое. Оно, так сказать, растет, оно развивается, в котором нету неважных людей, но все важные. И все, так сказать, оно происходит, так сказать, в любви. И возвращая тех людей, которые, может, по лукавству отошли, опять сюда, чтобы они в любви росли, чтобы все это было прекрасное, такое сильное, красивое тело, как Бог его задумал. Потому что он каждого из нас задумал еще в утробе матери, чтобы мы приносили ему плод. Он видел нас, какими мы можем быть. И вот такими, какими мы можем быть, нам стараться с его помощью и становиться. Он говорит, чтобы, да, люди скреплены между собой связями, так как в теле, вот суставы держат, так сказать, этот пальчик, и все у нас между собой так связано. Мы поддерживаем друг друга, если где-то молитва нужна. Все устремляются в церкви над это место, чтобы поддержать, чтобы помочь человеку. И, так сказать, чувствуем, где какая слабость. Вот уже давно не было, человек не приходит. Позвонить, спросить, помолиться, узнать, где, что, может, нужна какая помощь. Это так важно. И тогда будет тело Христово красивое. Оно будет такое. Каждый захочет приходить в эту церковь, хочет служить, потому что в ней любовь, любовь, которая, так сказать, она, не только вот она есть, но она растет и растет. И тебе хочется участвовать в этом процессе. Пусть Господь нам поможет в этом деле. Прочитайте это место еще раз и еще раз. И Бог вам откроет и ваши дары, что вам надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok